Телеканал КРТ представляет Вас обманут Мы стоим с этой бумажкой Будапештским меморандумом Как в том анекдоте Ты знаешь, что мы 20 лет принимали за оргазм На самом деле было астмой Владимир Александрович Стоим мы с этой бумажкой Вроде бумажка ничего не стоит А это астма И на самом деле бумажка стоила Третьей армии в мире По ядерному вооружению Как вы думаете Будапештский меморандум Нам стоит отказаться от Минска От Нормандии И вернуться Настаивать вернуться в Будапешт Еще раз хочу повторить мысль О том, что на самом деле Все, что имеют Эта бегущая строка Меморандум Будапештский, Минский Это является элементами иллюзии Которые специально создаются Для того, чтобы на самом деле Процесс шел абсолютно Неконтролируемым Естественным образом Потому что вмешаться в него Никто не может Вообще не может Потому что для этого Нужна политическая воля Для этого нужна квалификация Для этого нужен опыт И все остальное Ни у чего этого нет Сайдик Тоже не заподобие Что Мартин Ярый украинец И здесь у него плохо с политикой Ваша тема Да Я скажу Есть проблема Она действительно глобальная Заключается в том Я вам сейчас Объясню Кто бы ни пришел Любой Более того Даже опирающийся на штыки И против которого Никто не может Выступить Я попрошу Редактора Пустить остальные Мирные планы В это время Есть правда План Кинчука План Кинчука Кстати Множество было Даже у Луценко Был план О котором мы забываем Что через фильтрационный Лагерятор С другой стороны Я вам хочу сказать Что плана Авакова Не было Если он министр Он должен этот документ Подать на Кабмин А если он его не подал На Кабмин Это не документ Политическое заявление Это не министра А гражданина Авакова План Тогда надо Просто опять же Про все эти планы Это же действительно Иллюзия На самом деле Даже вот Который полностью Вот Все может решить Вопрос Перед ним стоит Глобальный вопрос Вот главная проблема Минских соглашений В тот момент Когда проходят Выборы На неподконтрольных территориях Вы получаете Мы понимаем ОБСЕ напишет 10 страниц Замечаний И поставит запятую Но в целом Они были Транспарентными И отображают Точку зрения А в следующий раз Пожалуйста Примите еще там Мер Мы это все Даже знаем Мы получаем Легитимную власть На неподконтрольной территории С которой Должны вести В рамках Минских соглашений То что там написано Переговоры О пограничниках О прокуратуре И еще целом Ряде Вопросов Включая Кстати Особый экономический режим Который там прописан Более того Если это произойдет Взяли на себя Скорее всего Это не выплат Но скорее всего Если вы помните Франция и Германия Взяли обязательство Еще и там Частично банковскую систему Обеспечить Ну как минимум Финансовую некую систему Вы вот это получаете А что вы дальше С ними будете делать Ну то есть Первый вопрос А что если Мы встречаемся На переговорах Они не ведут С нами переговоры Ну или ставят Невыполнимые условия Что я с этим Буду делать И я понимаю Что это И Зеленскому Скорее всего Я думаю Он сам помог Или я объясню А что вот с этим Моментом делать Даже если ты Ничего у себя В стране не боишься А я вам скажу А делать непонятно что Ну вот реально Непонятно что Дмитрий А вот разве Непонятно что Делала Британия И Китай Да В 97 году Передала Великобритания Суверенитет Над Гонконгом И создали Вот этот Автономный регион По-моему Это абсолютно Идентичные вещи А почему Сейчас суверенитетом Не де юре А де факто Де факто Де юре мы знаем Украина Де факто Кто может передать Эту территорию Украине Те кто отвечает За сепаратистские Государства Россия скажет Мы не контролируем Но все Поставленные Ею там Руководители Скажут Да конечно Зачем Зачем это Россия Зачем Россия Передавать Нет Подождите Россия Создание Автономного региона Зачем Передавать То чего Вы юридически Не имеете Ну послушайте Ну Более того Мы опять исходим Из какой-то Иллюзии Что России Надо решать Этот вопрос Вопрос решать Только надо Украине И самая Главная Проблема Минских Соглашений Состоит в том Что Сколько бы Не ответило Граждан Украины Что дипломаты А не горматы Действительно 75 процентов Вменяемых И на самом деле Очень много Отвечает Что не знаем Поэтому 79 Ну это Я же говорю Вопросы Они Сторонников Гарматы Так сказать 15 процентов Иногда Меньше Просто есть еще Те кто Не определился По всем А дальше Стоит следующий вопрос А на какие Компромисы Вы погоджуетесь И выявляется Что на Жоден С компромисов Який прописанный У Минских Угодах Не згодна Навіть Чверть Опытанных Вот в чому Проблема Проблема В обществе У нас осталось По одной минуте Буквально К сожалению На самом деле Когда мы вот тут Рассказывали про нашу власть Ну и наша И мы сами Вот здесь Мы такие же Как учил нас Владимир Вольфович Компромисс Это когда мы говорим А вы соглашаетесь Других компромиссов Нам очень сложно Представить